Вот это сегодня будет ответ на вопрос, здесь для вас. А Константин вообще расстроил, почему вы напоминали? Он уже второй день, когда вы кучи вопросов задаете. Ой, ну это... Это слишком долгая история. Ну, смотрите, давайте не будем обо мне. Расскажу сегодня о теме гормона. Гормона растения, которые присутствуют также в землянике. Вот, и это для нее гормон несчастья. К счастью или не к счастью, но для нее это совершенно вредный гормон. Допустим, у нас есть гормон несчастья, как он, эндорфин называется, да? Вот, гормон стресса, кортизол. Вот также в растениях гормон несчастья есть гиберелин в растении. Вот, гормон стресса, этилен. Значит, что вообще такое гиберелин? Вот, для чего мы его постоянно там на... У нас в голове он, постоянно на языке этот гормон, почему мы за него всегда говорим. На самом деле, очень многие, кто об этом не знает, они просто путают гиберелин с ауксином. Дело в том, что, ну, есть такие... Вообще, в принципе, вы же знаете, да, что у растения есть основных 6 фитогормонов. То есть, не 5, как общепринято, а на самом деле их 6 этих фитогормонов. Может кто-то сказать, сколько у нас их, то есть, и какие конкретно? Валентина, это не вам вопрос. Вот, я знаю, что вы знаете. Да, на самом деле, есть 4 стимулятора роста. К ним относятся ауксин, цитокинин, гиберелин и брасиностероиды. Это довольно недавно открытая группа фитогормонов, которые сделаны из пыльцы рапса, сделаны, синтезированы, точнее, из пыльцы рапса. И они работают у нас как хорошие стимуляторы, общие, повышающие иммунокорректоры. То есть, мы знаем на основе препаратов, таких как Циркон, Эпинэкстра и так далее. Это все брасиностероиды. Есть также гормоны ингибиторы роста. Основные гормоны растений ингибиторы роста. Это абцизовая кислота и этилен. Так вот, эти все гормоны, они в совокупности живут, ну, так сказать, в мире и согласии в растении, да, и друг друга всегда дополняют. Но, есть такой гормон, как гиберелин, который в определенные периоды жизни земляники, он нам вредит. Ну, в первую очередь, его функция – это удлинение междоузлий. Удлинение междоузлий и вызывает растяжение клеток. То есть, он вызывает линейное растяжение клеток. Как мы это можем увидеть? Ну, естественно, это все видно в интенсивном росте растения. То есть, мы видим в удлинении черешка, ну, что такое черешок? Это то, на чем держится наш лист, лист растения. То есть, это удлинение черешка, это увеличение самого куста, габитоса куста, это удлинение слишком длинных плетей, то есть, расстояние от первого уса до второго, до второго уса, до третьего. То есть, это все удлинение вызывает гиберелин. И также, мы это видим на слишком удлиненных цветоносах, когда мы замечаем часто такой момент, что у нас ягода, она просто-напросто не на пленке лежит, на нашей мульче, а просто свисает с бугров на землю, и мы все прекрасно по ней топчемся. То есть, это вызвано все вот этим нашим гормоном роста, растяжения клеток, его избыточным содержанием. Вот. Ну, вырабатывается он в первую очередь, ну, сейчас немного расскажу вкратце, да, вырабатывается он прежде всего в цитоплазме, то есть, в клетках растений. Цитоплазма находится, она практически во всем растении, но основное ее количество – это в листьях, поэтому она в основном вырабатывается в листьях, то есть, этот гормон. Что касается того, ну, допустим, есть продукты гормональные, да, и вообще из чего его создали, откуда его, об этом узнали, об этом гормоне, его создал японский ученый, из синтезировал его, изолировал, точнее, из гриба Fusarium Fujion, по-моему, так называется, если я не ошибаюсь, и после войны, там, после 40-х годов, уже американцы, американские ученые, его изолировали из обычной стручковой фасоли, то есть, первый был под названием, ну, маркировка его была G3, GK3, а уже американские ученые его синтезировали, присвоили номер GK1, вот. Ладно, все это об истории. И так, все-таки, давайте поговорим немножко о наших проблемах, да, то есть, мы объяснили проблему, почему он вредит, этот гормон. Давайте объясню, для чего нам нужен контроль, все-таки, роста наших растений, наших клубниц. Первое, это нормальное формирование генеративных органов. Гиберлин, он как способствует, допустим, тому же цветению либо пробуждению почек, так и препятствует закладке нормальной плодовой почки. Допустим, если в осенний период у нас избыточное количество этого гормона, то хорошие закладки почки и большие закладки, то есть, массовые закладки почки, можно забыть. Мы это прекрасно можем видеть на примере образования тех же усов, да, когда кусты накидывают усы с невероятным количеством. То есть, это понятно уже идет какой-то гормональный сбой. В чем проблема? Это уже надо конкретно разбираться. Растение было неправильно выбрано для посадки, либо место для растения было неправильно выбрано, либо световой режим, температурный режим. Масса причин, которые могут повлиять на высокое содержание гормона. Соответственно, для закладки генеративных органов мы должны держать под контролем этот гормон. Как мы это делать будем, я дальше расскажу. Дальше. Одна из целей также – это снижение пестицидной нагрузки. Ну, мы все с вами прекрасно понимаем, мы все с вами в пахаре, колхознике, что чем больше растения в теплицах либо в открытом грунте, тем мы больше туда начинаем использовать средства защиты. За счет чего? Потому что нет пробываемости, нет хорошей смачиваемости, особенно при корневой зоне, когда у нас там начинают уже буйствовать серые гнили и так далее. Мы просто не можем с ней справиться. И мы просто начинаем либо чаще делать химобработки, либо увеличивать нормы вылива, соответственно, увеличивать концентрации и расход. То есть это все влечет, но большие затраты и большие хлопа. Да и в итоге приводит практически к нулю все результаты, потому что справиться мы не можем с этим процессом. Ну и, соответственно, повышение качества ягод, потому что так же, как и повышение гавитуса пусто, у нас гиберелин, он действует в ягоде тоже на растяжение клетки. Именно в ягоде. Если в плодовых, я бы сказал, то там наоборот он работает на пользу, потому что он растягивает в основном кожицу, то есть кожицу плодов. А здесь растягивает в основном всю ягоду. То есть растягивая ягоду, он истончает ее стенку, соответственно, падает ее качество. Мы можем получить калибр, но мы ни в коем случае не получим качество ягоды. Да вниз, конечно ли, стоит ли. Ну давай. Можно ли ягодить буквально на одну сундочку? Друзья, кто знает Константина Малты? Малты. Кто не знает, да, Константин? Константин не только агроном, профессионал. Вот Константин еще 20. Константин фермер выращивает ягоду, гибу непосредственно на своем хозяйстве и очень здорово понимает ягод. А кто он включает? Поэтому, когда вы его слушаете, вы должны же понимать, что он не только в этих компаниях, а мастер, но еще и практикующий ягодный фермер, у которого есть свое хозяйство. Еще один интересный слой. Мастер спорта, он из народного класса. Ой, ну давай, давай не будем. Все, да, да, да. Все. Все, можно выходить, да? Да. Спасибо. Ладно, ладно, давайте все-таки вернемся. Вернемся к нашей проблеме. Мы, я еще раз скажу, мы над этой проблемой очень долго работали. Очень долго. Мы два года потратили на закладку опытов. У меня, у Игоря, у Георгия. В этом году еще приступил один фермер, к нашим же опытам присоединился. То есть к опытам именно по контролю роста над земляникой и контролю синтеза гиберелина. То есть мы два года потратили собственного времени, собственных денег, и все-таки мы разгадали эту загадку. И в конце презентации будет ключик к этой загадке. Уверяю, будет, все удивитесь. Вот так. Ну, первое, на чем хотелось бы остановить, почему мы так печемся о формировании генеративных органов и, в принципе, что из того, что я ранее рассказал на этом слайде. Ну, первое, мы, контролируя гормон роста, гиберелин, в первую очередь мы получаем качественные отводки. Что такое отводки? Ну, это в простонародье наши усы. То есть мы получаем более качественные отводки. Что такое качественные отводки? Это не вытянутый. Это сформированный, утолщенный, хороший рожок. Это сформированные зачатки корней. Вот как показано на слайде. Зачатки корней. Это хорошие, качественные, флаговые листья. Это листья с коротким черешком, хорошо освещенные и уже с заложенной плодовой почкой. Это первое. Да, это вот самое важное. Второе. При нарезке усов вы сокращаете кучу времени на то, чтобы люди не перебирали этот плохой, этот хороший, этот вообще непонятно как попал. А люди просто-напросто всю плеть берут и укладывают ее в качественное ведро, ванну и так далее. Для того, чтобы ее затем запекировать. То есть качественные отводки мы получаем, контролируя вот тот наш самый неприятный для клубники гормон роста. А второе. Количество рожков. Значит, ну есть такое тоже понятие там в биологии, да. Есть там гравитропизм, фототропизм и так далее. Но при высоком содержании и высокой синтезе гибриллина мы не можем получить нормальные рожки. Ну, то есть они будут получаться, они будут делиться, но они будут либо вытянутыми, либо просто пустые. Там паренхима будет просто-напросто пустая, поэтому там закладки плодовой почки не будет. Она будет, но там будет она одна, может быть какой-то еще зародыш появится в почке и все. Это максимум. На что мы поваляем? Мы хоть 10 рожков вырастим, но они будут половина нерабочих. Вы это четко можете видеть на кустах второго года. То есть когда мы оставляем на второгодний цикл растения, мы понимаем, что, и вы же сами знаете, что от количества рожков, то что там их 10, 15, 20 рожков, мы не получим количество ягоды, соответствующие этим рожкам. То есть это все от того, что у нас идет избыток этого гормона. Он противоречит, точнее не противоречит, он не способствует закладке плодовой почки, так сказать. Второе. Обеспечение ассимиллянтами. То есть нормальное обеспечение транспорта всех абсолютно белковых соединений, гормонов, энзимов и так далее. То есть нормальное, хорошее дыхание растения, ну и, естественно, его развитие. Увеличение количества плодовой почки. Ну это опять же то, о чем я рассказал. То есть мы 100% увеличиваем количество плодовой почки. И увеличиваем количество отводков, качественных отводков. То есть то, что сказал я в первом пункте. Так, пункт снижения пестицидной нагрузки. Это вот фотография того куста, это второгодка. Вот второгодка. Смотрите, ягода вся наверху, листья все прижатые. Вот они, листья все прижатые. Их просто практически. Они есть, их много, на количество ягод они соответствуют. Но они все находятся прижатые, компактные. Кстати, компактные, запомните это слово. Вот, и ягода вся открытая, что позволяет, удобно ее обрабатывать. Почему? Лучшее проветривание, да? У нас происходит лучшее проветривание ягоды. То есть вам не надо заботиться о том, что, блин, холодно сегодня. Дождь пошел. Теплицы бы прикрыть. Блин, нет, не прикрыть. Не знаю, вроде бы хочется, чтобы ягода созрела, но зараза холодно, надо проветривать. Потому что у меня будет сейчас серая гниль зайдет, да? То есть появится либо еще хуже фитофтороз пойдет и так далее. То есть надо в любом случае проветривать, потому что у меня кусты большие. Там будет высокая влажность. То есть об этом уже переживать меньше нужно будет. Да, ну переживать, конечно, надо, но уже меньше. Прочные клеточные стенки. То есть за счет того, что они не растянутые, у нас клетка, стенка клетки, она прочная. То есть что у нас дает прочные клетки? Это наш товар. Хорошего качества товар. Поэтому доказано тоже уже за два года, доказано, что применение вот этих ингибиторов синтеза гиберелина, они поспособствовали увеличению товарного качества ягоды. И мы в этом году убедились на собственном опыте. Ягода была настолько привлекательная, настолько товарная. И на самом деле людям было удобно ее собирать, что лишний раз просто не подходили, не ругались с людьми о том, чтобы более качественно собирали. Вот. Поэтому контроль гиберелинов обеспечивает прочные клетки. Сопротивление стресса. Ну, в принципе, то же самое. За счет того, что клетки более прочные, в клетках содержание кальция, в акуолях содержание калия, более концентрированный сок. Соответственно, есть устойчивость, есть сопротивление к прониктовению в эти клетки любых абсолютно спор заболеваний, либо бактерий. То есть уже идет такое естественное сопротивление всем вредным патогенам. Устойчивость к бактериозу – это вот самое, наверное, основное, то, что мы заметили. И, кстати, в описании этого препарата тоже есть то, что он вызывает устойчивость к бактериозу. Ну, мы знаете, что такое бактериоз, да, как он проявляется. На фруктовых – это вообще крах. На ягодниках – тоже крах, но на ягодниках, хоть мы знаете, если он сажал бактериоз, мы выкорчевали новое и пересадили. На фруктовых, так, конечно, в садах это сделать гораздо сложнее и дороже. Но, тем не менее, устойчивость он вырабатывает. Ну и, соответственно, изменение метаболизма, повышение иммунитета. Ну, то, о чем я тоже говорил. Иммунитет повышается, соответственно, мы менее так переживаем за наше растение. То, что у нас фузариоз появится, к примеру, да, тот злополучный фузариоз, после которого вертисолезное увядание проявляется и так далее. Так, третье, да, почему мы должны контролировать этот гормон. Выход процентных ягод 30+, гораздо выше. То есть, процент выхода ягод 30+, гораздо выше. Ну, что значит? Это значит, что у нас товарной ягоды больше. То есть, мы, во-первых, получаем прибыль дополнительно от того, что у нас его в принципе в массе много. Второе, мы еще экономим на том же сборе. То есть, либо вы платите на первый, второй там сорт, делите людям 25 рублей за, грубо говоря, пинетку, или 20 рублей за пинетку. Или когда у вас 50% первого сорта, 50% второго сорта, вы платите 35 рублей, потому что вам надо объем хоть как-то наработать. Ну, то есть, это уже влияет на… То есть, это уже показатель того, что вы экономите просто на сборе даже этой ягоды. У вас больше процент именно товарной ягоды, качественной. Почему? Потому что, ну, будем говорить так, при контроле этого гормона мы уже можем себе позволить использовать дополнительные агроприемы по использованию каких-нибудь удобрений. К примеру, можно даже чуть больше азота положить. Можно даже калия в нитратной форме или кальция, нитрат кальция, если мы видим, что у нас там с ягодкой не очень, там проблем какие-то, да, из-за того, что большая нагрузка. Или же, ну, каких-то других стимуляторов роста именно для ягоды. Потому что, если у нас большой куст, мы, к счастью и к сожалению, мы азотные удобрения уже использовать не можем, потому что у нас и так слишком много зеленой массы, которая нам и так вредит. Вот, поэтому здесь еще одно, кстати, ну, важное замечание. То, что мы в этот момент можем сами контролировать наше качество. И в любой момент мы можем прийти и сказать, ягода мелкая, добавляю азот, я не парюсь. То есть, ну, в смысле азотные удобрения, тут же нитрат кальция или же тот же калий, допустим, с другой формуляцией, где больше азота. Для того, чтобы раскачивать. Ну, естественно, потом мы применяем еще другие, для того, чтобы немножко стабилизировать ягоду, другие приспособления химические. Но это уже тема другого параграфа. То есть, снижение затрат на уборку, я сказал, повышение транспортабельности. Все также из-за того, что у нас не выносится лишний кальций из растения. То есть, у нас опекальная точка, она практически, ну, не работает. У нас растение, растение отдает всю свою энергию, все свои запасы только в органы генеративные. То есть, на формирование урожая, но не направляет ее в опекальную точку. Опекальная точка у нас, она просто закрыта. То есть, мы, ну, с помощью препарата этого, мы просто-напросто закрыли опекальную точку и перенаправляем все наши транспорта ауксинов, цитокининов, транспорт всех флавоноидов полностью идет только на созревание ягоды и блокирование кальция. То есть, кальций не выносится. А мы знаем, что кальций выносится в точку роста. Это первое, куда он выносится. Вот, поэтому у нас весь кальций остается. И также немаловажное, это было не то, что замечание, а было наблюдение, более дружное созревание. То есть, в тех теплицах, где мы использовали, ну, этот опыт делали, мы заходили, ну, к примеру, в одной теплице мы собрали там 300-200 кг, к примеру, собрали, ну, так образом, да, где контроль был, да. Вот, а в этих теплицах мы заходим сразу под 400 кг собираем, потому что ягоды созревшие больше. Она за счет того, что открытая, ее много созревшие, ну, много крупной ягоды и, соответственно, много созревшие. То есть, ну, по сути дела, два, ну, три, максимум четыре сбора с этих теплиц, и все, они пустые. Ну, что это значит? Мы все прекрасно знаем, да. Вот здесь стрелочка стоит, чувачок с денежкой, и стрелочка вверх. Дружное созревание, вы попадаете в хорошую цену на ягоду. А? Это твой вопрос был, да? А, это ты? Точно, да, я забыл подписать, надо было фотку твою вставить. Вот, немаловажный фактор для нас с вами, для производственников. Так, Вика, или я выключил? А, все, смотрите, способы контроля, да, какие могут быть способы контроля? Остановлюсь немножко, агротехнический, водный режим. Ну, мы знаем, что, чтобы оно не росло, ну, блин, не поливай. Да, особенно мы вот так зачастую осенью говорим, подходит нам, ребята, что поливать, не поливать, да не знаю, как оно у тебя, растет? Да, растет, ну, не поливай его, ну, это как бы нормальный такой адекватный контроль роста. Ну, и все. Но мы ведь в сезон не можем ее не поливать, правильно, это ягода, то есть клубнику, потому что, ну, это элемент технологии, мы не имеем права. Режим питания также, да, ну, блин, сокращаем все полностью, все, что выходит, все, что есть именно в азотной форме, сокращаем полностью. Но это тоже не выход, потому что мы потеряем в итоге нарастание массы, полезной массы именно этого удлинения цветоносов, это нарастание листовой пластины. А листовая пластина – это все-таки основной орган, который обеспечивает всеми ассимилиантами и всеми белковыми соединениями наше растение. То есть там происходит основная жизнь в растении. Все остальные органы, они являются только транспортом, стебли, корни. Это просто транспорт для того, чтобы донести до основного органа. Вот, поэтому тоже без азота, ну, мы просто не можем, вот, по сути с вами. Ну, азот же не зря называют скульптором, да, в растении это скульптор. Вот, дальше что мы делаем там? Прореживание листьев мы делаем один раз, два раза, кто-то три раза делает для того, чтобы там немножко это проветривание, да, сделать. Или там лишние, большие листья убрать, или же осенью мы с вами очень хорошо знаем эту процедуру неприятную, вырывание усов лишних. Ну, то есть для того, чтобы мы повлияли на закладку плодовой почки и снизили уровень этого гибелина. Ну, да, кстати, удаление отводков тоже рассказал. А есть химические средства? Вот, сейчас немножко расскажу. Они у нас все на рынке есть, эти препараты, да, но это сейчас не правда. Вот препарат, который я расскажу. Вот, чтобы вы понимали. Есть препараты на основе нафтилоксусной кислоты и нафтилоцетамида. То есть это то, о чем мы вчера разговаривали, препараты на основе ауксина. То есть мы эти препараты тоже применяем, но не всегда, то есть они не всегда полезны. В определенное время они очень вредны, особенно в гербицидах. Вот, есть препараты на основе выработки абцизовой кислоты и выработки этилена. Это препараты, содержащие хлоротилфосфоновую кислоту, соответственно, тоже они довольно известны у нас на рынке. Ну, абцизовая кислота и этилен, они тоже, в принципе, нужны, но они, так скажу, в клубнике не нужны. Это не слушайте, ни в коем случае никого не слушайте, что вам говорят, вот сделай этифоном от работы или еще чем-то, чтобы быстрее созрела ягода. Разворачивайтесь от таких людей. И препараты на основе 6-бензиладенина или 6-бензиламинопурина. Это все производные цитокининов, тоже они нужны в основном для деления клетки, эти препараты. Но на следующий год подготовим вам презентацию для того, чтобы мы осветили, как все-таки увеличить выход полезных растений в маточнике. Ну, кто занимается фриго, фриго, да, фриговоды, кто занимается кассеткой, значит, для нас, для, как мы называемся, Игорь, кассетоводы, троеводы или как, кассетчики, да. Вот, кассетчики, значит, для нас сделаем. Но это будет тема уже следующего года. Как все-таки увеличить количество полезных отводков и, в принципе, их количество, потому что мы же много с вами сталкиваемся после скашивания листа, особенно, и ходим. Ну, что-то нет усов, Игорь, у меня нет усов, жор, что делать, давайте что-нибудь, блин, проблема, беда, жора. А потом в итоге, как навалит, что потом косим, 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 косим их. Ну, вот, кстати, препарат, который в следующем году расскажу, как нормально накидало усов. Так вот, все-таки мы пришли, мы нашли этот препарат, который контролирует гиберелин. И это не флорон, вот. Как вы заметили, это препарат под названием, коммерческое название его компакто. Почему компакто? Помните, я назвал слово компактный? Это от итальянского слова компактный, то есть итальянское слово компактный. Вот, компакто, препарат. А он основан на боксилате кальция. Боксилат кальция, действующее вещество. Значит, что это за действующее вещество? Это, ну, новая формула, ну, может быть, новая у нас на рынке, так она вообще, в принципе, довольно старая формула, но ее никто никогда не использовал на тех культурах, которые мы выращиваем. Ее использовали больше в пропашных культурах, там, подсолнечник и так далее, то есть на техничке, да, использовали для того, чтобы немного тот же сдержать рост. Но это старый забытый препарат, который перекочевал уже в ягодную культуру. Значит, действующее вещество не провоцирует выработку ингибиторов, то есть его отличие, он не способен вызвать выработку абцизовой кислоты и этилина. Те гормоны-ингибиторы, которые повлияют на быстрое созревание ягоды или еще, не дай бог, на быстрое отмирание листового аппарата и так далее. Что, кстати, влияют препараты на основе ауксинов. То есть, если мы применим слишком большую концентрацию ауксинов, препаратов на основе ауксина, то мы с вами столкнемся с выработкой этилена, потому что ауксин в высокой концентрации, он повышает этилен. А для нас это очень плохо. Долгий эффект действия этого препарата. То есть, в принципе, 40 дней – это просто тот максимум, который я заметил, что он держит. Нам, в принципе, этого достаточно. То есть, за 40 дней мы можем горы свернуть, когда он вот такое количество дней держит. Причем, в теплицах он, по-моему, держит еще больше, потому что нет осадков, нет его вымывания с листа. То есть, он гораздо дольше держится на листьях. Простота в использовании. Ну, простота значит в чем? Даже с некоторыми препаратами он смешивается. Вот. Мы можем использовать его и утром, и вечером. Ну, конечно же, не игнорируем температуру жары. То есть, температуру воздуха. То есть, в жару мы его не используем. Отсутствует на растении фитотоксичность после его примения. То есть, он абсолютно безопасен для растения, не вызывает никакого стресса. Широкий диапазон для решения разных задач технологий. То есть, что это значит? Мы можем его использовать и используем уже, кстати, на формировании усов после скашивания, для того, чтобы получить нормальную розетку. На формировании рассады в теплице, то есть, для того, чтобы она там не перерастала. На формирование хорошего там трея, для формирования качественного урожая, для того, чтобы она у нас, ну, лист не вытягивался, не заглядывал нашу ягоду и так далее. То есть, там диапазон его очень широкий. Единственное, что здесь, ну, включается тот фактор, что есть некая восприимчивость сортов. То есть, на какие-то сорта нужно чуть-чуть побольше дозировку делать, на какие-то сорта, в принципе, стандартной дозировки хватает. Вот, здесь вот именно в этом только есть разница. Ну, и, соответственно, раз это у нас препарат, который не гормональный, он не синтетический, поэтому он не накапливается в растении и в почве. В почве почему не накапливается? Да потому что мы его в почву не выносим, мы по листу его выносим. Это раз, самый простой. Вот, и в растении он не накапливается, потому что он потом просто распадается. Так, ну и еще, какие его преимущества все-таки, да? Высокий уровень опыления, то есть, вегетативные растения после начала цветения легко опыляются. То есть, все цветки открыты, все цветки проветриваются и все цветки освещаются. То есть, соответственно, пыльца созревает и происходит нормальное опыление. То есть, у нас ягода более качественная. Второе, удобство при выращивании двухлетних растений. Вот то слайд, который я показывал, это двухлетнее растение. То есть, не переживаем теперь за то, что у нас остались двухлетки, и значит, у нас там будет либо слабый урожай, либо плохой урожай. Вот, мы за это уже не переживаем. Научились работать и работаем. Низкий расход средств защиты растений, за счет компактного листа, за счет продуваемости. Мы экономим на защите растений. Высокое качество рассады, вот, и высокая товарность ягоды. То, о чем я рассказывал. Все это препарат Компата. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.